Здравствуйте! Это информационная служба Хабара. Вас приветствует Гульнара Жандагулова. Полицией Алматинской области задержан один из участников разбойного нападения на автоломбард в Талдыкургане. 24-летний уроженец Казалардинской области задержан на съемной квартире в Алматы. По данным областной полиции, четверо злоумышленников в масках с огнестрельным оружием ворвались в ломбард. Связав работника, они забрали около 8 миллионов тенге. Уголовное дело передано в суд. А в Туркестанской области полицейские задержали группу молодых людей, которых подозревают в вымогательстве. Их обвиняют в том, что они избили таксиста, отобрали его авто и требовали 600 тысяч тенге. После ареста стражи порядка вернули машину владельцу. Ведется досудебное расследование. В Казыгурском отделе полиции, учитывая тяжесть совершенного преступления, сразу же приняли оперативные меры. Создали следственно-оперативную группу из числа лучших опытных сотрудников полиции. В результате, один из подозреваемых был задержан по дороге в районе поселка Курдай. А второй подозреваемый был задержан оперативниками в городе Шимкент на одной из съемных квартир. Другим темам зарыбление водоемов проводят в Жамбылской области. К примеру, в озеро Каменное выпустили около 2 миллионов мальков. Сазана, Карпа, Белого Амура и Толстолобика. До конца года водоемы региона пополнят еще таким же количеством жизнестойкой молоди. Зарыбление проводят ежегодно. Вся работа на контроле специальной комиссии. В прошлом году в естественную среду обитания выпустили только полтора миллиона мальков. Специалисты говорят, что лучшее время для зарыбления – осень. Подходящая температура и достаточный объем воды на водоемах обеспечивают приживаемость рыбы свыше 70%. Рыбным хозяйством занимаются свыше 80 природопользователей области. Сейчас направленность у нас идет в основном на товарное озерное рыбоводство. В случае, допустим, перехода природопользователей на данный вид деятельности, это снизит естественную нагрузку на естественную среду обитания рыб. Субъектам, которые занимаются товарным рыбоводством, вот именно выращивают товарную рыбу, им предусмотрено государственным субсидиям. В объеме 30% субсидируется их корм, допустим, потраченный на выращивание данного вида рыбы. Есть еще субсидия по приобретению этого оборудования по переработке рыбы. 50 реальных предложений для бизнеса. В Усть-Каменогорске состоялся первый инвестиционный форум, на котором руководство города презентовало прибыльные проекты для предпринимателей. К примеру, представлены свободные земельные участки по строительству многоэтажных домов. Есть площади, рассчитанные на ведение сельского хозяйства или же под возведение зданий детских садов по программе государственно-частного партнерства. Только в сфере образования бизнесу предложено 13 проектов. В частности, помимо дошкольных учреждений, под доверительное управление готовы передать и детский оздоровительный лагерь в Уландском районе. Пока в нем действует 20 домиков, но есть возможности увеличить мощности втрое. До 50% Акимат города Усть-Каменогорска берет на себя обязательства по выкупу путевок в данные лагеря для наших, как говорится, детей из маловеспеченных семей, из многодетных семей. Вот такие диалоговые площадки позволяют ознакомиться, прежде всего, с возможностями, понять, насколько проекты жизнедеятельны, потому что речь шла о окупаемости, прежде всего, этих проектов. А для любого предпринимателя это имеет огромное значение. Не просто предложение, а реальная поддержка. Кстати, по программе ГЧП в селе Жан-Аркан Карагандинской области открыли сразу два детских сада. В общей сложности предпринимателям они обошлись в 70 миллионов тенге. Сады рассчитаны на 160 малышей. Еще 44 человека получили рабочие места. Месячное содержание в саду обходится в 41 тысячу тенге. 30 из них будут оплачивать в рамках государственного заказа. На сегодня в селе уже 8 детсадов. Но на очереди еще остается 820 детей. Сегодня мы отдали в сад сразу двух своих малышей. Это отлично. Дети здесь в коллективе. Им весело и интересно. Здесь все есть для их развития. А у нас, родителей, появилось больше времени на работу. Там, в Казахстане, так называется новая книга грузинского писателя Вахтанга Гогаладзе. Сборник миниатюр и рассказов автор в знак благодарности за внимание и заботу посвятил, по его словам, доброму и простому казахскому народу. Что связывает грузинского писателя с Казахстаном и как прошла презентация книги, расскажет Юлия Тужелкина. Родители автора этой книги вынуждены переселенцы. Поэтому не случайно он пишет о Казахстане, где прошло его детство. Неспокойное, трудное, но скрашенное любовью и добротой казахского народа. Простые каждодневные истории, неподдельная боль за родителей, непонимание ссыльных людей, нехитрые радости маленького мальчика. Все это прочувствовал, пронес сквозь годы и изложил на бумаге автор книги. Оттого и пронзительное его повествование. Все мои истории настоящие. У нас тогда ничего не было. И казахи нас приютили, помогли нам. Помню, был там один дедушка, казах, у которого для каждого грузинского ребенка была припасена в кармане конфетка. И когда он умер, его пришли хоронить все дети, которых он долгие годы угощал сладостями. Они стояли и плакали. И как можно, чтобы я не любил казахов. Ведь они для нас тогда столько сделали. Я себя чувствовал обязанным, чтобы как-то отблагодарить их, чтобы мой народ знал, кто такие казахи. И я тоже внутри чуть-чуть казах. Эту книгу помогло перевести и издать посольство Казахстана в Грузии. Потому на презентации встретились единомышленники из этих двух стран. В их числе председатель Союза писателей Грузии, который подчеркнула важность развития культурных связей. В сентябре я была в Нур-Султане, на первом форуме писателей Азии. И очень важно, что тогда мы заключили договор между писателями Казахстана и Грузии о будущем сотрудничестве. В следующем году мы переведем и опубликуем писателей обеих стран. Это будет книга, написанная на двух языках. Считаю, что самый лучший разговор между нациями – это язык поэзии. Потому что поэт всегда старается говорить о мире, любви, доброте, о будущем. На презентации выступил и посол Казахстана в Грузии. Он затронул вопросы истории и советского прошлого. Говорил о том, как небогатый, но отзывчивый казахский народ помогал выживать вынужденным переселенцам. Презентации книги там, в Казахстане, собрала многих – писателей, учащихся общественных деятелей и представителей казахской диаспоры. Юлия Тужилкина, Шалва Сурмилашвили, Грузия, Тбилиси. Старейшие культовые сооружения Турции смогут увидеть казахстанские туристы. Храмовый комплекс Гюбекле-Тепе, что расположен в 21-м километре от города Шанлы-Урфа, на юго-востоке страны включили в список новых туристических маршрутов для гостей Турции. Гюбекле-Тепе был возведен около 12 тысяч лет назад, а обнаружен в 1963 году археологом Клаусом Шмидтом. Он посвятил остаток своей жизни разгадке назначения своей находки эпохи неолита. Пока же с этой достопримечательностью только на фотографиях познакомились гости официального приема в Нурсултане по Сочиу 96-летие Дня Республики Турции. На выставке представлены уникальные кадры сооружения Гюбекле-Тепе, а также снимки с раскопок, которые, к слову, ведутся до сих пор. Археологи уже обнаружили около ста стел и шесть круглых каменных оснований, на которых они были установлены неизвестными зодчими. Этот год в Турции посвящен Гюбекле-Тепе. В Казахстан мы привезли 30 фотографий, сделанных в разное время. На них видно, что этот исторический памятник дошел до наших дней практически в первозданном виде. Планируем представить экспозицию жителям Нурсултана и Алматы, чтобы они больше узнали о достопримечательностях Турции. Пока Гюбекле-Тепе нечасто посещают туристы. Найденные артефакты можно изучить пока только в музее Шанлы-Урхе. Новый мировой рекорд установил непальский альпинист и бывший британский солдат Нирмал Пурджа. Он покорил 14 самых высоких в мире гор за шесть месяцев и шесть дней. Среди покоренных вершин Анапурну, Дхау-Лагири, Канчен-Джангу, Эверест, Элходзе и Макалу. Предыдущий рекорд принадлежит корейцу Ким Чан-Хо. Он поднялся на все восьмитысячники за семь лет, десять месяцев и шесть дней. До него рекордсменом был поляк Ежи Кукучко. И на этом наш выпуск завершен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok